Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Чей двор, того и хоромы. Как в Магнитогорске продвигается благоустройство по программе «Комфортная городская среда». На старте «Металлурги» на базе отдыха «Лукоморья» состоялся спортивный этап конкурса «Профсоюзная молодежка». Безопасность превыше всего. Как действовать в чрезвычайных ситуациях, рассказали детям, отдыхающим в уральских зарях. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». Благодаря ей у жителей есть возможность влиять на ход благоустройства собственного города. Накануне обновление коснулось двора по улице Строителей 47. Как там продвигается строительство, оценила наша съемочная группа. В этом дворе благоустройство до конца не закончено. Здесь уже расположились два парковочных кармана и заасфальтирована пешеходная дорожка вдоль хоккейной коробки. Ее протяженность – около 100 метров. Рядом с ней разместится песчаная площадка со спортивным оборудованием. «Машины гоняют, ребятишки на самокатах, на роликах и с колясками. Все время приходится следить. Опасно. И вот сейчас вот эта комфортная среда. Мы сделали вот эту дорожку, вот эту большую. Там может мама ходить с коляской гулять. И рядом на самокатике ребенок. И все. Это очень удобно. Вот прям все восхищения, что сделали». К слову о самой хоккейной коробке. Ее ремонт в приоритете. Ведь главная особенность программы «Комфортная городская среда» в том, что перечень необходимых работ формируют сами горожане в результате голосования. «Хоккейная коробка включает в себя полностью капитальный ремонт со смены основания, смена деревянных бортов, установка нового ограждения по периметру хоккейной площадки. То есть полностью капитальный ремонт на этой хоккейной площадке, чтобы она, соответственно, была как новая когда-то в свое время». Кроме этого, скоро начнется установка скамейки УР. На благоустройство двора по программе «Комфортная городская среда» было выделено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Ориентировочно работы закончатся 15 июня. В качестве бонуса подрядчик согласился заделать дыру в асфальте рядом с контейнерной площадкой. Однако для того, чтобы здесь стало совсем уютно, из бюджета города дополнительно выделят еще средства. Они пойдут на освещение хоккейной коробки и снос аварийных деревьев. «Совместно с МБУ ДСУ обследование уже провели. В ближайшее время они подкорректируют свои планы и зайдут те деревья, которые подлежат демонтажу, будут демонтированы, которые обрезки обрезки». «Когда мы говорим «ближайшее время», мы подразумеваем, что это будет месяц?» «Месяц и полтора». Фактор, который настораживает многих жителей. Для участия в программе теперь необходимо закрепить имущество, которое досталось в результате благоустройства за самими собственниками квартир. Однако, как заявляет городское руководство, бояться нечего. Дополнительно платить ничего не придется. «Если возникает вопрос по содержанию, больше затрат на содержание. В чем? Да ни в чем. Как хоккейной коробке управляющая компания практически не подходила за эти 30 с лишним лет, так и подходить не будет, она будет новая стоять. Как появились парковочные карманы, их шампунем же мыть не будут. Делали бы то, что по минимуму положено сделать. Грязи меньше будет во дворах. Больше удобства для парковки автомобилей. То есть затрат никаких, только благо». Напомним, за два года по программе «Комфортная городская среда» в городе обновили 112 дворовых территорий. В этом году преобразятся еще 39. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. Побеждая на бегу, на базе отдыха «Лукоморье» состоялся первый спортивный этап конкурса «Профсоюзная молодежка». Его организатором по традиции выступила первичная профсоюзная организация группы ММК. А участие приняли 9 команд. В их составе представители основных переделов комбината. Какие испытания ждали молодых металлургов? И кто сумел обойти всех соперников? В сюжете Евгении Солохудиновой. В этой игре все по-взрослому. Перед стартом подробный инструктаж, рассказ о каждом испытании, которое придется преодолеть. И, конечно, на путстве от организаторов. В этом году конкурс «Профсоюзная молодежка» обещает пройти не менее масштабно, чем в прошлом. Сегодня у нас начинается очередной конкурс «Профсоюзная молодежка». Он уже второй у нас объединенный. В этом году принимает участие 9 команд. Наши мероприятия всегда проходят с удовольствием. Будь то маленькие ребятишки, будь то большие участники конкурса. Так что интерес есть всегда. Команды к серьезным испытаниям готовы на 100%. И не только физически, но и технически. Все этапы они уже когда-то проходили и не раз. Как-то готовились? Конечно, готовились, тренировались. Приходили, трассу смотрели, бегали. У нас постоянные тренировки, круглый год проходят. То есть эти, которые сегодня соревнования проходят, они у нас не единственные. Мы постоянно бегаем, турники там у нас, рукоходы, всякое такое. Мы сегодня побежать пришли. Мы сегодня будем самыми лучшими. Мы тренировались для этого момента. Впервые участие в соревнованиях принимает команда ММК «Метис». Ребята рассказали, в составе их сборной только самые сильные, смелые и ловкие. Самое главное требование к любому кандидату – готовность в течение более полугода пахать на этом конкурсе, вкладывать в него душу, время, силы. Где-то даже, может быть, какие-то материальные затраты в плане времени. У нас здесь в основном это либо молодежные лидеры, либо участники других конкурсов, либо председатель джинсовета. Кстати, сам капитан сборной Василий Комлев на этих соревнованиях не новичок. В прошлом году он участвовал в составе команды «Союза молодых металлургов» и не только взял бронзу конкурса, но и нашел свою будущую жену. Сегодня его прекрасная Елена тоже на старте, только теперь выступает за команду соперников. Конечно, мы не соперники. Дома явно. А сейчас каждый болеет за свою команду. Конечно, каждый хочет, чтобы его подразделение было на победных местах. В этом году участникам предстояло пройти 10 испытаний. Ребята преодолевали двухметровые барьеры, кантовали гигантские покрышки и на скорость поражали мишени. Некоторые конкурсы выглядели забавными, но это только на первый взгляд. От участников они требовали немало усилий и умений. Майс, поток потоньше, поменьше делай поток. Нормально все. Еще лее, 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 посильнее давай. Серьезным испытанием стало для многих покорение замка. Спуститься с небес на землю было непросто. Но и тут каждый оказался на высоте. Монцы зашкаливают. Вроде казалось, что все не так. А по факту начали проходить. Здорово. Сама сложная, самая интересная. Торжанка. Страшно, ты не можешь подцепиться. Первый раз боишься. Тут поехал, быстрее, быстрее, руками быстрее. Ну, здорово. Но даже после взятия крепости не время расслабляться. Впереди финальный этап, в котором на лодках нужно было перебраться с одного берега на другой. И только после этого трасса пройдена полностью. По итогам спортивного этапа конкурса «Профсоюзная молодежка» победителем стала команда предприятия «Шлак-сервис». Второе место у металлургического производства ПАО ММК. Бронза состязаний у сборной ММК «Метис». Следующий этап «Профсоюзной молодежки» состоится уже в августе. Для ребят будет подготовлен квест по городу, подробности которого организаторы пока не раскрывают. В Магнитогорске будет создан Центр охраны материнства и детства. Об этом сообщили представители здравоохранения области и города Елена Симонова и Марина Шеметова. На пресс-конференции медики рассказали о реализации федерального проекта «Десятилетие детства», который позволит коренным образом изменить ситуацию в детском здравоохранении. Отсутствие современного медицинского и диагностического оборудования, капитальных ремонтов больниц и поликлиник, нехватка узких специалистов – так, вкратце, можно описать удручающее положение дел в детском здравоохранении города. И такая ситуация в региональном здравоохранении по всей стране. Именно поэтому Владимир Путин объявил 2017-2027 годы десятилетиям детства, подчеркнув острую необходимость развития этой сферы. Стоит отметить, что к решению этой проблемы «Магнитка» подошла глобально. Для улучшения качества медицинской помощи детские и медицинские учреждения города решили объединить свои усилия. 19 апреля текущего года вышло распоряжение правительства Челябинской области о реорганизации государственного автономного учреждения здравоохранения детская городская больница города Магнитогорска города Магнитогорска в форме присоединения к нему двух родильных домов – родильный дом номер 2 и родильный дом номер 3 – и трех детских поликлиник. Новое учреждение, на базе которого будет создано еще и консультативно-диагностическое отделение, получит название «Центр охраны материнства и детства». Подписав постановление о его создании, временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер сделал еще один значимый шаг к решению проблемы детского здравоохранения Магнитогорска. Озвучено было решение по нашей детской больнице. Я с удовольствием его процитирую. «Принято решение о ремонте зданий детской городской больницы и ее оснащении в Магнитогорске. Вы представляете, какими мы были именинниками в этот момент?» Эти средства позволят сделать долгожданные ремонты отделений фасадов больницы, а также приобрести кювезы и оборудование для реанимации новорожденных, рентген-цедуги для контроля при проведении травматологических операций и эндоскопическую стойку. «Кроме того, по федеральным программам для нас предусмотрено приобретение МРТ, аппараты для проведения исследований с возможностью проводить диагностику у детей до 7 лет. То, что в настоящее время в городе Магнитогорске отсутствует. И мы таких детишек отправляем в Челябинск». Помимо этого, выступив на заседании законодательного собрания Челябинской области с речью о развитии меценатства и благотворительности, Алексей Текслер призвал предпринимателей также не оставаться в стороне. И был услышан. «Нам стали поступать деньги от представителей малого и среднего бизнеса. Причем кто-то перечислял 20 тысяч рублей, кто-то 5 тысяч, кто-то 30 тысяч, кто-то 100-150. И в целом, вот за этот очень маленький период времени, неделя, мы практически около миллиона рублей в виде подарков, пожертвований получили в больницу». Отметив, что такая активность стала, скорее всего, эхом страшных событий декабря, Марина Шеметова сообщила о том, что в больнице уже создан комитет по рациональному использованию этих средств. «Если то активированное Алексеем Леонидовичем Текслером пространство в городе Магнитогорске будет развиваться и энергетика будет подпитываться, а Сергей Николаевич Бердников только за то, чтобы детство развивалось, и эта служба была на очень высоком уровне, я думаю, что мы с вами очень много вещей хороших, полезных сделаем». Татьяна Артюменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Правком Магнитогорского металлургического комбината начал подготовку к новогодним праздникам и уже провел первый этап тендера на сладкие подарки детям работников ММК и дочерних обществ. 12 компаний со всей России представили свои варианты праздничных кульков. Удивить старался каждый. Подробнее о наполнении подарков и их качестве в сюжете Евгении Солохуддиновой. «Добрый день!» Не с пустыми руками приехали в Магнитогорск участники тендера с большими чемоданами, полными новогодних подарков. В каждой коробке россыпь не только вкусных, но и полезных сладостей. Безе, пролинэ, мармелад из натурального пектина. Обязательное условие наличия в кульке игрушки. В этот раз представители компании привезли не только мягкие символы будущего года, но и всевозможные развивашки. Хороший опыт российского производства. Это производитель лори, это российский производитель, сертифицированное производство. Представители торгового дома «Конфетный двор» приехали из Екатеринбурга с килограммами конфет и целым мешком пушистых мышат. Удивляет, собираются и упаковкой. Наряду с привычными праздничными коробками, украшенными снежинками и зверятами, они предлагают вот такие сырные боксы, а также стильные рюкзачки, выйти на прогулку с которыми можно будет и детям, и взрослым. Комиссия большая, дело ответственное, все это мы понимаем, ну и со всей ответственностью готовимся к этому тендеру. Интересные игрушки, интересные вложения, хорошие, качественные кондитерские наборы. Всего участие в тендере в этом году принимают 12 компаний из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Перми, Тюмени и Республики Татарстан. Претендентов оценивает специальная комиссия, в составе которой представители различных подразделений комбината и группы компании ММК. Уделяем внимание и ассортименту конфет, и, конечно, игрушкам, вложениям, то есть всевозможные новые новшества, которые нам предлагают поставщики. Конкуренция, конечно, растет, совещаемся, принимаем решения. Очень тяжело сделать выбор. Тендер пройдет в несколько этапов. Первое знакомство с участниками конкурса будет длиться два дня, после чего эксперты выберут трех финалистов, а затем и абсолютного победителя. Но на этом тоже не закончится. После заключения договора, в договоре отражается, комиссия продолжает работать, выезжает на место. За два месяца до новогодней кампании мы проверяем склады, проверяем все конфеты, которые будут к нам, поступать, сертификаты проверяем все. И потом непосредственно перед загрузкой, отгрузкой уже к нам, мы опять приезжаем на место и смотрим, как проходит отгрузка в наш адрес. Всего в этом году будет закуплено 34 тысячи подарков для детей сотрудников группы ПАО ММК, а также рядом муниципальных предприятий. Затрачено на эти цели будет порядка 22 миллионов рублей. Магнитогорск кульки будут доставлены ближе к первым новогодним утренникам в конце декабря. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» прошел День безопасности. На мероприятии сотрудники специальных служб рассказали школьникам о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, научили делать искусственное дыхание, а также показали, как работает пожарная спецтехника. Начальник лагеря, разрешите День безопасности начать. Праздничный День безопасности начать разрешаю. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Школьники не успели еще проснуться, а уже надо было соображать, как максимально быстро покинуть помещение. Эвакуация всего лагеря, где отдыхает более 500 человек, дело нешуточное, поэтому каждому отряду дали возможность самостоятельно решать, как спасаться, поодиночке или все вместе. Лучшее время в результате показали те, кто действовал сообща. Самый лучший корпус эвакуировался за 55 секунд. Это третий корпус. Хотя тревога была учебная, жертвы пожара все же нашлись. Их роль сыграли манекены. Тут же подоспевшие медики сообщили, чтобы привести в чувство пострадавших необходимое искусственное дыхание. И хоть никто не умел его делать, в беде своих товарищей ребята не бросили. Искусственное дыхание впервые делало? Да. А самое сложное что? Наверное, это когда дышать в человека. Искусственное, чтобы человек как проснулся. Потому что ты туда вдыхаешь, надо попасть ему в рот, чтобы дыхание попало в человека. За медиками эстафету переняли ОМОНовцы. Они сообщили о странном свертке, обнаруженном в одном издании. Пояснив, что это может быть взрывное устройство, ребятам подробно рассказали о правилах поведения, главным в которых стало ничего не трогать и сообщить взрослым. После чего пришло наконец время разобраться в том, что же стало причиной пожарной тревоги. И здесь выяснилось, что в век цифровых технологий источником пожара чаще всего являются далеко не спички. Уходите из дома на несколько часов и более. Обязательно выключайте компьютер, телефоны, телевизоры. Выключенный телевизор с помощью культа, он не выключен. Он находится в режиме ожидания и представляет опасность. Короткое замыкание может стать причиной серьезных проблем. О том, как и при помощи чего они будут устраняться, пожарные не просто рассказали, но даже показали. Были продемонстрированы как разные методы тушения, так и работа запасной дыхательной маски, которая в случае обнаружения пострадавшего может спасти ему жизнь. Сейчас тяжело было дышать, нет, в этом аппарате? Легко. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь видел пожар настоящий? Да. Страшно было? Да. Как ты считаешь, нужно знать правила пожарной безопасности? Да. Почему? Потому что если их не знать, то ты можешь сгореть. Показав напоследок работу пенообразователя, спецоперацию гости признали успешно завершенной. Получив свой адрес, от детей немало слов благодарности. Мне понравилось, что нас научили делать искусственное дыхание, потому что это не все могут, не все умеют. Спасибо, что показали гидранты. Мы их видели во дворе, но мы не знали для чего, догадывались, но точного назначения их мы не знали. И спасибо огромное, что не поленились, приехали и показали нам все. Было очень познавательнее сегодня. Стоит отметить, что подобный день безопасности давно уже стал традиционным мероприятием для здравительных лагерей комбината. Считая, что тот, кто информирован, тот вооружен, руководство загородных центров каждый летний сезон старается дать детям новые навыки безопасности. Поэтому и в этот день экстренной эвакуации все не закончилось. Сейчас у них будет проводиться еще и видео, инструктажи в виде таких мультиков и различных фильмов. Проведет викторина по безопасности. Также наши партнеры федерально-спортивно-организированные покажут ряд мастер-классов по обучению их безопасным навкам спасения и в лесу, и на переправах и так далее. Татьяна Артельникова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН. Другим темам. В число сотрудников патрульно-постовой службы Магнитогорского гарнизона полиции, которые особо отличились по итогам работы в мае, попали Арман Копазов и Сиркбай Синбаев. Во время патрулирования им дважды удалось задержать преступников, совершивших кражи. Рассказывает Юлия Никифорова. Оба преступления, Арман Копазов и Сиркбай Синбаев, раскрыли, патрулируя свой участок. В первом случае удалось задержать злоумышленника, укравшего из сетевого магазина металлическую конструкцию для транспортировки продуктов. Пеший патруль обнаружил его в районе сквера имени Бориса Ручьева. Нам была дана ориентировка, что по данному преступлению разыскивается автомобиль «Газель». Темно-синего цвета, особенный примет, который являлся желтые диски. Время несения патрулирования мы обратили внимание на автомобиль, используя по приметам. Нами было принято решение остановить данный автомобиль. Автомобиль был остановлен, водитель был задержан и доставлен нами в отдел полиции «Арженкизовский» для для наших разбивателей. Вторую кражу сотрудники ППС раскрыли по горячим следам. К полицейским подъехал автомобиль, у водителя которого было окровавлено лицо. Мужчина рассказал, что в районе дома номер 7 по улице Бориса Ручьева на него напали двое злоумышленников, отобрали барсетку с документами, а также деньги – 21 тысячу рублей. В ходе проверенного квартала были обнаружены двое мужчин, схожих по приметам, которые непосредственно забрали сумочку. Нами были данные граждане задержаны и доставлены до счета «Арженкизовский» для дальнейшего разбирательства. На территории города Магнитогорска за пять месяцев 2019 года совершено более 120 грабежей и тысячи краж. Оперативная раскрываемость грабежей составляет 67%. Большая часть из них раскрыта по горячим следам. Отдельный батальон патрульно-постовой службы – это дружная команда молодых активных мужчин, которые постоянно занимаются физической подготовкой. Самое главное – это наш, конечно, дружеский коллектив, с которым мы находимся и в рабочее время, и не в рабочее. Мы в любое время можем этим коллективом в любой момент прийти на помощь. Мне 26 лет, около пяти лет я уже работаю в полиции. Работа очень интересная, нелегкая, я бы сказал. Ну, все устраивает, все нравится. Патрулируем, ищем, общаемся с гражданами, где нужна помощь. Достаточно возможности, чтобы себя найти в данной профессии. По словам сотрудников ППС, в полиции ждут молодых ребят, готовых заниматься этой сложной и очень нужной работой. Вакансии есть. Тех, кто хочет связать свою жизнь с охраной правопорядка в родном городе, ждут по адресу Бестужева, 21. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. В этом году Магнитогорск примет участие в масштабном социальном проекте «Парад первоклассников». Его организатором выступает компания «Интерсвязь». Кульминацией большого праздника в День знаний станет открытие уникальной фотогалереи под открытым небом. К реализации первого этапа проекта, фотографированию, организаторы акции уже приступили. Наш сюжет из детского сада номер 171. Перед фотографированием последние приготовления. Немного поправить прическу у зеркала, добавить к образу яркие штрихи. Только после этого с серьезным видом пройти к столику и улыбнуться, глядя в объектив камеры. Выпускники детского сада номер 171, будущие первоклассники, сегодня позируют для фотографа незабавы ради. Они самые непосредственные участники масштабного социального проекта компании «Интерсвязь» под названием «Парад первоклассников». Напомним, эта акция пройдет в Магнитогорске уже восьмой раз. В прошлом году в нашем городе участие в ней приняли 5800 ребят. В этот раз она будет не менее масштабной. Очень приятно, что в нашем детском саду проходит фотографирование проекта «Парад первоклассников». Ведь нам очень интересно наблюдать за нашими выпускниками, когда они делают свой первый серьезный шаг. Решают, кем они хотят стать в будущем. Скажи нам, пожалуйста, кем ты хочешь стать? Я в «Парад первоклассников». Вопрос о будущей профессии не случайен. Это часть образа участников «Парада первоклассников». Под каждым фото ребенка организаторы акции поместят подпись о том, кем он собирается стать в будущем. В последнее время наибольшей популярностью пользуются профессии полицейского и врача. Из неожиданных ответов – керамист, акушер и танкист. Семилетняя Аня не так давно мечтала о карьере тренера по гимнастике, а сегодня уверена, будет художником. Родители в стремлении к искусству ее только поддерживают. Очень хороший проект, замечательный. Для нас, конечно же, волнительный. Ребенок первый раз в первый класс. Очень интересно потом сравнить, как она себя ощущала до поступления в школу и кем она себя видит уже после завершения обучения. В социальном проекте «Парад первоклассников» принимает участие более 25 фотографов-волонтеров. Это профессионалы и любители. Каждый год они фотографируют детей в детских садах и школах города и загружают снимки на сайт, чтобы 1 сентября аллея выглядела просто первоклассно. Участвую в этом проекте уже прямо с первого дня, с первого года основания этого проекта. Очень нравится в этом проекте. Всегда с удовольствием откликаюсь на просьбу организаторов. Нравится, потому что дети – это всегда положительные эмоции. Кстати, родители тех детей, которые по каким-то причинам не смогут подойти в детские сады на фотографирование, все равно могут принять участие в проекте, загрузив фото ребенка самостоятельно на интерфейс дети.ис74.ру. Все снимки детей появятся на аллее первоклассников. Ее открытие запланировано на 1 сентября. В этот день новоиспеченных школьников ждет большой праздник. Помимо игровых площадок для юных магнитогорцев организуют традиционный парад профессий. Евгения Солхудина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-fiz.ru. Впереди вас ждут коммерческие информации, а также прогноз погоды на 11 июня. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 11 июня в городе ожидается малооблачная погода, возможен ливневый дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 3-6 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 18 градусов, днем 26-28 градусов тепла.